Добрый день, друзья и другие. Послушайте фрагмент интервью, который иностранный агент Борис Борисович Кремечков дал иностранному агенту Юлию Таратути. Я из этой беседы для себя узнал, что, оказывается, родители Бориса, иностранного агента, не были единодушны и являлись, можно так сказать, идеологическими противниками. К сожалению, Гремечков не обозначил, кто на какой стороне был в презумпции того, что все настолько блестяще знают биографию рок-гуру Б.Б. Гремечкова, иностранного агента, что ведают, кто там был за красных, кто за белых. Его семья не знаю, но сам факт по себе мне показался очень любопытным. Нет, я просто повторю то, что я говорил чуть-чуть раньше. Мне страшно повезло жить, расти в то время, когда я рос, когда никому и в голову не приходило, что государству можно верить. Это абсурд. И люди, которые мучаются коллективной ответственности, всем остальным, наверное, люди, которые как-то, наверное, они чувствовали себя одним с государством. Вот я никогда не чувствовал. Я чувствовал себя человеком, которому нужно выжить в этой среде. У меня дома просто мама с папой по воскресеньям часто ругались, потому что у них были диаметрально противоположные точки зрения на все происходящее. И я, будучи совсем маленьким, как бы, ну, оценивал силу аргументов и думал, так, понятно, это, ага, окей, буду знать. И поэтому у меня не было никогда никакой близости. Я совсем не хочу вас ловить на слове, и мне вовсе не хочется, как бы, отставить вас в неудобное положение. А, я всегда, мне, наоборот, это интересно. Вот, но я, знаете, только что послушала ваше интервью с Сашей Плющевым, и там был важный для меня кусок про, наверное, вы догадываетесь, про Владислава Суркова. Для меня этот политический деятель представляет собой абсолютно рафинированное зло, да, то есть человек, который придумал систему наших и не наших, преследовал журналистов, правозащитников, вешал на кол, ну, собственно, его порождение, да, молодежной организации, которую он породил, вешали на кол изображения очень хороших, замечательных людей. Книги Сорокина бросали в унитаз, разным людям бросали угрозы, значит, на машины вместе с унитазами. Ну, то есть, Миле, я могу рассказывать это очень долго, это моя любимая тема. И я слушал ваш кусок, вот, рассказ про Суркова, вы говорили о нем с теплом. Знаете, я продолжаю. Я продолжаю говорить о нем с теплом, потому что я его знал с той стороны, которую он мне показывал, вот, и с этой точки зрения, и я, я, мне просто кажется, что на него часто сваливают то, что к нему даже отношения не имел. Но он при мне пытался раскрутить всех этих, как, господи, рокеров, чтобы дать им возможность выступать там по радио, по телевидению, не предъявляя им никаких тайных крючков, типа, что сделаю вот это, а потом мы... Нет, он честно предлагал, и при мне, вот, там, 15 рокеров отказались. Сказали, нет-нет-нет, мы ничего делать на радио, на телевидении не будем. Знаете, вы нам лучше дайте денег много, и все. Ну, окей, хорошо. У меня, по счастью, тогда уже была моя передача, потому что мне это было не нужно. Вот, и он при мне... Я просто рассказывать этого не буду, но долго. Но он при мне делал несколько очень достойных вещей, которые помогали людям, и, в общем, он спасал некоторых людей. Вот, поэтому я совсем не знаю, что он делал, и что ему приписывают, но по отношению ко мне и к нам в группе «Аквариум», он был очень... Он был честен, и он, более того, даже несколько раз меня удерживал от глупостей. Какого рода? Ну, то есть я говорил, что, может быть, что-то мы вот такое сделаем, как поможем вам. Он говорит, нет-нет-нет, вы делаете то, что вы делаете. И, конечно, были и споры, и все остальное, и он, как бы, какие-то вещи не очень принимал, но он, то, что я о нем помню, что он и его друзья на самом деле любили «Аквариум», любили наши песни, любили то, что мы делаем. И я надеюсь, что эти чувства просто помогли ему сделать что-то хорошее. Потому что я думаю, что из того, что я слышал, вот я не в силах, я не имею права рассказывать какие-то вещи, но он вел себя при мне как очень достойный человек. Ну, хватило, хватило ума не показывать вам эту оборотную сторону металли. Я, на самом деле, у меня была такая версия, опять же, когда я слушала вас, я подумала, что я понимаю, какой он метод мог избрать. Но, может быть, я ошибаюсь. Ну, во-первых, показываться вам своей светлой стороной. А, во-вторых, мне кажется, Сурков и вообще очень многие политики той волны, как бы делая плохие дела, при этом звучали очень антисоветски. То есть, условно говоря, они всегда могли предъявить свою идеологическую антисоветскость на входе. И этим очень, мне кажется, покупали антисоветских по взглядам людей. Дальше можно было как бы продолжать разговор как будто со своими. Ну, вот поправьте меня, не был ли использован этот инструмент с вами, с вами или с коллегами. Я напомню вам историю. Бродский с другом шли в 60-е годы, поздно вечером по Невскому. И друг говорит, ну что, пойдем к такому-то. Хотя нет, давай не пойдем, потому что он какой-то слишком советский или антисоветский. Ибровский сказал, что советский или антисоветский, это одно и то же. Потому что если человек, по отношению к человеку используется это слово, значит, он уже в каких-то отношениях с этим совсем. Нормальный человек не будет, к нормальному человеку слово не применишь, не привяжешь. Вот здесь тоже самое, я боюсь. Потому что я Владислава, хотя знал, конечно, очень мало и встречались мы с ним вполне ограниченное количество раз, но я его видел только-только как человека. То есть у него были, понятно, свои какие-то убеждения, в которые я не лез. Более того, несколько раз подвергал их, мягко говоря, сомнению. Но он был по отношению ко мне крайне вежлив. Просто очень. И ни советскости, ни советскости, просто рядом не лежал, мы говорили о другом. Мы скорее говорили о Древней Греции. Добрый день, друзья и не другие. Комментируя вот этот эпизод, интервью, не могу не отметить профессионализм Юлии Таратута. Она иностранный агент, она замужем за фишманами, иностранным агентом. Она идеологически противник, допустим, ну так же, как и Юрия Дудь. Но она очень профессиональный журналист, бесспорно. И очень хорошее интервьюер. Допустим, если сравнивать ее с Ксением Собчак, то просто небо и земля. Потому что пресловутая Ксюша, она все время, вот у нее просто ясно, что она хочет услышать от собеседника. Она часто там просто вот загоняет его туда, и делает это не изящно, не граморно. А Таратута профессиональный человек, хотя, конечно, он этот человек, он враг. Особенно при нынешнем раскладе, когда война уже перешла из стадии просто информационной в вполне себе такую горячую. Возвращаясь к этой беседе с Гребенщиковым, он, Борис Борисович, иностранный агент, упорно не называет имена. Вот в отличие, допустим, от все время, естественно, вспоминал, говоря о нем, про его друга и соратника, Андрея Вадимовича Макаревича, иностранного агента, он вот немножечко такой вот ссыкливый. Потому что Макаревич, он иностранный агент Макаревич, он называет имена, и он там не боится, не понравится или вызвать гнет, раздражение. А Борис Борисович все время вот как-то вот так вот скользит, как-то вот так он там пытается. Вот он упоминает рокеров, которым помогал и которых спасал Сурков. Имен не называет, поэтому возникает вообще такой очень толстый знак вопроса, а правда ли вообще все это? Потому что то, что Сурков, конечно, помогал либерально настроенным в виде культуры, так скажем, это факт. У него основная установка была такая, что нечего деньги давать тем, кто топит за государство. Ну, условно говоря, патриотам, ватникам, колорадам и прочим. Зачем? Они уже как бы, ну, свои, условно говоря. Ими можно уже манипулировать. Не знаю уж, как он там оценивал их, как своих или не своих. Ну, нечего на них деньги тратить. У него была установка, что деньги надо тратить на либерально настроенных. Как бы покупать их в презумпции того, что они, да, они все продаются. Что там нет тех людей, которые за денежку не стали бы следовать обозначенному, артикулированному дискурсу. Поэтому здесь, когда мы вспоминаем Суркова и слушаем Гребенчукова, мы должны озвучить старинную поговорку российскую «Посеньки и шапка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда вы Бориса Борисовича Гребенчукова упомянули, я вспомнил, что в одном из интервью, может быть, ипотажа ради, не знаю, вы сказали, что вот Гребенчуков – это гений, а вот Миг Джаггер, он работает на старых дрожжах, что ли, я не помню. Миг Джаггер? Может быть, все-таки Пол Маккартни? Нет, нет, был точно Миг Джаггер, да. А, ну, я не... Во-первых, сопоставление вот этих двух людей, которые, мне кажется, в разных жанрах работают. В разных жанрах, да. Я не помню, почему я их сопоставлял, поэтому я, с вашего позволения, перекинусь на Пола Маккартни. Они практически одновременно с Борисом Борисовичем выпустили альбомы. Ну, Маккартни, конечно, постарше, да, лет на 10, по-моему. Он 43-го года, а Борис Борисович 53-го. Ну, 10 лет. А, бинго. Да. И когда вышел вот, так сказать, последний на сегодняшний день альбом Пола Маккартни, я одновременно что-то выпустил БГ, и мы ехали откуда-то куда-то с несчастным случаем, там, из Кызыла в Орду как-то на автобусе, и вот последовательно послушали одно и другое. Я сказал, что вот-вот, у БГ, блин, просто все живое абсолютно. Все, вот просто человека прет, и он пишет какие-то новые штуки. А Маккартни, хотя и великолепен, но вот прямо слышится такая старческая уже нота, ну прямо вот. То есть БГ поет о жизни, а Маккартни о скорой смерти. Вот по ощущению. Что я там лепил про Джаггера, я не помню, простите, пожалуйста. Слушаю. Что? Да вы охуели, блядь! Гойда! Раз уточняли и говорили, у нас отобрали понятие советский, которое нас объединяло, людей разных национальностей. Давайте вернем понятие русский не только как национальность, но и наднациональное, как у американцев. Все американцы, но они знают свою родословную, там откуда они и так далее. Так мы были советские, а санем все русские. Русские россияне, русские украинцы, русские белорусы, русские евреи, русские чеченцы, русские армяне, русские мар-дваи и так далее. Разница между русским чеченцем и нерусским чеченцем. Где вот, собственно, этот критерий, по которому определяется русский, он или... На сегодняшний день русские чеченцы, русские и Рамзан Кадыров и его ребята проявляют себя как более русские, чем те русские ребята, которые убегают или те, которые распространяют файки и подвержены заблуждениям. А кто-то это делает за деньги, но я считаю, что большинство заблуждаются и бегут. Это сейчас мы про друга Панина говорим? Ну, не только про друга Панина, который сам сделал, кстати, свой выбор. Точно так же, как сколько вы ко мне обращались, там, и Макс говорил, и Павел, и Павел Скаве. Я говорю, послушайте, они сами себя наказали. Я не буду бросать в них камни, потому что я, как эзотерий-оккультист, я знаю, чем это для них закончится. И зная, я не хочу бросать в них камень, потому что они потеряли огромное количество зрителей, которые их любили. Потеряли, сделав, на мой взгляд, неправильный выбор.